доброго вечера у кого-то весь вечера у кого-то уже ночи вот в общем доброго времени что на сегодня давайте начнем так а на сегодня у нас самый близкий момент это вот такая бритва многослойный дамаск вот грязные руки не замечаем смотрим только на изделие вот такая бритвка готовится боялся потравить но все обошлось переживал как бы насквозь остриё не потравить вот это вот но очень тонкая вот переживал насчет этого но все обошлось как-никак но можно все-таки мне кажется рассмотреть вот к этому клиночку аккуратненько положу вот такая вот ручка готовится сейчас конечно не взглянуть страшно но это кап ореха не сувель там не не корень вообще ничего это кап ореха он такими цветушками цветушки чем-то напоминают кап березы но кап береза он светлый а кап ореха он темно-коричневый эти цветушки они похожи на корень туи вот здесь можно немножко раздалить вот такую ручку я хочу сделать они у меня были ранее изготавливал но из-за сложности изготовления вот этих вот крючков и прочих тут я их как-то прекратил изготавливать но решил как немножко вспомнить вспомнить что да как и сделать вот такую бритвку готовлю ну тут пока были немножко просветы всякие приспособления подручные что дальше дальше вот такие вот бритвы из того же многослойного дамаска как этот вот я у них пока просто металл снимаю ей просто так делаю обычно снимаю толщину металла оставляю так толстая хвостовики выравниваю там сверлю все такое и потом уже термообрабатываю закаливаю и после этого только начинаю уже всякие выводить тонкие вещи и правильные углы контуры все 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 прочее это дамаск такой же у нас будет дамаск с никелем вот и под замес вот таких будет изу-8 это дамаски есть такие же точно такие же примут изу-8 будет 2 клиночка и 3 клинка изу-8 были как бы таких же но не совсем таких чем разница они немножко имеют другую форму хвостовика уже чуть-чуть в общем другие формы и что важно самое это уже вот это тоже просто я пока содрал металл по грубому хвостовики в конус точный загнал прям ним больше не меньше чтобы ну это то есть вот предварительно такая обдирка вот ну что ж вроде как все да кстати я тут как-то выставок вывешивал видео про ленточную пилу корвет 31 самую простенькую все бы хорошо но допустим вот же 10 пилить она уже не справляется потому что пила сразу же садится вот пластики тоже как-то так мастику слабовато поэтому я заказал из быстрореза рш 75 мы эти пилы более мелким зубом будем пробовать что-то как получится ли ну и получится потому что что тут 65 г что 6 75 я думаю это значительно и там зубе такие правильные то есть я думаю все будет хорошо вот как бы вот так вот новости на сегодня тут просто вот из-за того что просветы я занимался всякими приспособлениями и вот руки чесались по такому вот клиночку его полностью сделал осталось ручку все это культурить конкретно дай бог получится все нормально да кстати отдельно для тех кто мне ставит под видео дислайки я вас наверно все таки расстрою потому что я знаю для чего не ставится вы пытаетесь меня расстроить потому что мне кажется чисто психологические люди расстраиваются когда увидят дизлайки под видео но я не расстраиваюсь почему потому что я знаю что дизлайки ставят конкуренты и как говорится недоброжелатели вот это значит кто-то споткнулся об меня мне остается только даже не знаю как сказать пожелать им удачи вот но я не расстраиваюсь так что зря стараетесь вот хочу также передать огромное спасибо всем своим постоянным заказчикам реально вы меня выручаете даже когда мне тут были провалы финансовом плане впрочем тут в оборудовании были тут проблемы вы меня реально выручали вот поэтому я никогда как-то об этом не говорил не знаю как-то скромничал наверное но хочу сказать огромное человеческое спасибо именно вот своим постоянным заказчикам вот но это меня конечно же скидки обещаю пожизненные когда это не было бы на что это бы без разницы пожизненные скидки обещаю вот ну и я там вывесил новость какую-то кривенькую но если вас все-таки в этой обращаясь к постоянным заказчикам найдется время смотрякать видео об использовании бритвы то буду только рад вот видео скорее всего для соцсетей потому что там больше больше всего спрашивают что да как да почему вот если я видео сниму сам это будет как рекламный ролик выглядеть поэтому я думаю что это неправильно просто напросто изначально и думаю что видео реальных пользователей будет более то есть правильно показано именно вот именно пользователей а не продавца ну все на этом все новости на сегодня вот такие вот как дальше войдет никто не знает но в принципе я вот так вот в общем идеи все на ближайшее будущее рассказал до свидания